Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем читать Второе Соборное Послание Апостола Петра. Сегодня мы читаем вторую главу для библейского портала экзегет.ру. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами, суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Апостол уже в первой главе показал, что кроме христиан, которые искренне следуют своему призванию и стараются вести подлинно христианскую жизнь, как ученики Христовы, как те, кто вдумчиво и внимательно совершает путь своего спасения, проходя через и рассудительность, и знания, и аскетические подвиги, находятся те, кто желает вести себя по-другому, кто не хочет отказываться от собственных грехов. Вот в первой главе он так и говорит, о людях, которые забыли об очищении прежних грехов своих. И, собственно, первую главу он и заканчивает разговором о том, что существовали пророки подлинные, которые были движимы Духом Святым, как бы намекая на существование пророков ложных. И вот вторая глава, она, собственно, с этого и начинается. «Были и лжепророки в народе». То есть он, конечно, все время апеллирует здесь к истории Ветхого Завета, потому что он обращается, в первую очередь, к христианам из иудеев. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители». Но явно уже, что это не только иудеи, конечно, потому что иначе он не сказал бы «и у вас были», «и у вас будут», да, потому что тогда это и был бы народ. «Которые введут пагубные ереси». И здесь надо понять, что речь идет не только о каких-то вероучительных искажениях, речь идет и об искажениях делом, речь идет об искажении самой жизни, христианской, неслучайно, например, известный проповедник еще советского времени, но и постсоветского тоже архимандрит Виктор Мамонтов говорил о ереси жизни. Вот здесь тоже они введут пагубные ереси, это искажение самых разных сфер христианской жизни. «И, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату». И вот здесь тоже, да, это и разврат мысли, и разврат жизни, и опять не только связанные с какой-то сексуальной сферой, но и развращенность в самых разных сферах, в эмоциональной, в пищевой, в религиозной, в какой угодно. То есть человек, который, например, посвящает свою жизнь астрологии, скажем, да, или каким-то подобным вещам, он не менее развращен, просто в другом смысле, чем человек, который в каких-то плотских грехах утопает. «И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами». Судя по всему, они еще, он говорит о людях, которые все это еще делают и из-за денег. «Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». То есть кризис, потому что суд по-гречески — это кризис, да, то есть вот осуждение этих людей, оно близится, и погибель их неминуема. «Ибо» — дальше он поясняет, почему это так. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного лота, утомленного, обращение между людьми неистово развратными, избавил». Дальше очень интересное такое замечание, по всей видимости, хранящееся в иудейском предании устном, потому что в самом Священном Писании такой подробности мы не находим. «Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». Интересно, что Клоту, если мы просто прочитаем Ветхий Завет, у некоторых людей могут возникнуть вопросы. Почему он, собственно, жил в Содоме? Ведь мог бы и не жить, мог бы как-то по-другому поступить, мог бы уйти, в конце концов. Для чего он жил в этом городе? Такое случается, что праведник может жить в мире развращенном, продолжая жить в нем, не уходя, может быть, даже в надежде кого-то исправить, может быть, сохраняя с кем-то минимальные добрые отношения и надеясь на то, что эти люди еще не безнадежны. Мы видим по истории с Содомом, что проще было вывести семью Лота из Содома, чем его исправить. Но сам Лот мог думать первоначально и иначе. И вот апостол говорит, да, если Бог не пощадил ангелов, если Он не пощадил Первого мира, если Он не пощадил Содома и Гаморы, то, конечно, знает Господь, как избавить благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Он не говорит только о наказании, он в первую очередь говорит об избавлении, избавлении, потому что избавлены были Ной и его семья, потому что избавлены были Лот и его семья, кроме жены Лота, которая, как известно, печались о Содоме, обернулась к нему и не смогла дальше продолжить свой путь, став соляным столбом. То есть человек, который оставлял там для себя что-то дорогое, вот если он воспринял это как дорогое, то, что было в Содоме, то он и не смог оттуда полноценно выйти, не смог отряхнуть прах от ног своих, как говорит Христос потом уже в Евангелии. Так вот, значит, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушений, это он пишет людям, которым до этого писал, и об искушениях в том числе, но знает Господь, как поддерживать верных своих. И тем более, да, беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. И тоже вот он говорит, не просто наказывать, а соблюдать ко дню суда для наказания. То есть беззаконнику в каком-то смысле, несмотря на то, что апостол пишет, что он соблюдается ко дню суда, дается время на исправление, дается время на то, чтобы он мог попробовать жить по-другому. И особенно тех, которые идут вслед скверных похоть и плоти, перезирают начальство, дерзкие, своевольные, и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них перед Господом укоризненного суда. Интересно, что этот текст апостола в известном смысле оказывается такой смысловой параллелью к началу 13 главы послания апостола Павла к римлянам. Почему? Потому что там апостол тоже говорит, что всякая душа должна быть покорна высшим властям. Но логика, которую выстраивает и апостол Павел, и здесь апостол Петр, не предполагает, что христиане должны последовать властям в каких-то греховных законах, потому что сами апостолы жили в языческой империи, и их ближайшие ученики, буквально через несколько десятилетий, когда наступали гонения, и власти требовали принесения жертв императорам, например, или другим каким-то богам языческим, христиане отказывались это делать. Скорее апостол здесь говорит о другом. Он говорит о том, что не нужно злословить такого человека, не нужно презирать, не нужно быть дерзким. Апостол Павел тоже в 13 главе послания к римлянам говорит, что нельзя восставать силой, нельзя совершать революцию. И судя по всему, скорее единственным путем для такого человека, для христианина, оказывается, поступать по заповедям не злословия власть, не уничтожая, не пытаясь ее уничтожить, но живя по-христиански так, чтобы эта власть исправилась, если она не права. Для апостола Павла, например, это очень важно, потому что оказывается, что духовное состояние народа в известном смысле соотносится с духовным состоянием власти. И вот здесь то же самое. Апостол говорит, наипаче тех, которые идут вслед за скверными похотями плоти, презирают начальство, дерзки, своевольные, не страшатся злословить вышних. И вот интересно, он приводит в пример ангелов, ангелов, которые превосходят их крепостью и силой и не произносят на них перед Господом укоризненного суда. Нам может казаться, что ангелы-то уж точно знают, кого можно судить и кого нельзя судить, ведь они существа духовные. Но, судя по всему, апостол подразумевает здесь, что только Бог может судить, потому что только Бог знает тайные мысли, почему тот или иной человек выступает, принимает те или иные решения, находясь на любом уровне государственного устройства, скажем, да, или даже, будучи, не знаю, представителем частного какого-то производства. Апостол возвращается к тем грешникам, о которых говорил до этого, и продолжает рассуждать о них. «Они, как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, и в растлении своем истребятся». Вот здесь «бессловесные животные» — это сравнение очень понятно, потому что речь идет об инстинктах, водимые природой. То есть есть люди, которые привыкли жить по грехам и привыкли жить в свое удовольствие, исполняя только свои прихоти и похоти, следуя за ними, и они злословят, возможно, какие-то здравые решения, не понимая, что злословят на самом деле. Апостол говорит, «Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами». То есть совершенно очевидно, что речь идет не о, скажем, неподчинении римских христиан каким-то языческим указом, развратным или жестоким, или нарочито языческим, побуждающим к поклонению языческим богам. Совершенно очевидно, что апостол здесь подразумевает какие-то добрые и правильные законы, которым противятся люди непокорные и бесчестные. «Глаза у них исполнены любострасти и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, сердце их приурочено к любостяжанию. Это сыны проклятия». То есть мы видим людей, которые, и, судя по всему, это христиане, ну, не христиане по делу, по самой своей внутренней сути, да, христиане, то есть люди, которые внешне выглядят как христиане, но на самом деле христианской жизни не ведут. Не случайно апостол говорит, да, что они пиршествуют с вами. Ну, здесь слово «пиршествуют» по всей видимости может означать просто вот ту самую вечерю любви, на которой христиане присутствовали и которая заканчивалась Евхаристией. Здесь даже, может быть, можно вспомнить одиннадцатую главу первого послания Коринфянам апостола Павла. Он тоже говорит, что в Коринфе есть бедные и богатые, и богатые приходят, может быть, помните, наедаются и упиваются, и каждый стремится есть хлеб свой. Вот здесь то же самое. Здесь тоже есть, вообще не есть люди, которые приходят на одну трапезу, но что они делают? Они, глаза их исполнены греха, они прельщают своим плохим поведением, пренебрежением к другим христианам, неутвержденные души. И это сыны проклятия. Слово «проклятие», конечно, надо понимать как сыны отлучения, сыны, то есть, ну вот, это ветхозаветное такое выражение, которое, хотя и по-гречески, и по-русски, да, сейчас в Новом Завете существует, но сыны проклятия, то есть, те, кто наследует проклятие. И проклятие в данном случае это отвержение от Бога. Вот это сыны проклятия, то есть, это те, кто отвержены от Бога. «Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка». Это был человек, который хотел совершить, произнести проклятие на сынов, на Израиль, да, и был остановлен бессловесным животным, которое воспротивилось этому. «Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурей, им приготовлен мрак вечной тьмы». «Ибо», и здесь апостол поясняет, почему именно это происходит, «Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении». Мы можем себе представить людей, которые только-только, а ведь это же очень трудно, находясь в физическом обществе, прекратили какие-то грехи, стали с ними бороться, бороться со страстями. И вдруг они приходят в общину, потому что речь идет все-таки об общем собрании, и видят там откровенных грешников, глаза которых исполнены любострасти, непрестанного греха и так далее. И апостол говорит, что вот особенно за это они будут наказаны, потому что они совращают невинные души, совращают своим поведением в первую очередь, обещают им свободу, сами будучи рабы тления. Очень интересно, потому что сами обещают им свободу, совершенно очевидно, речь идет, опять же, вот такая явная параллель с посланием Коринфянам, когда Коринфянин говорит апостолу, «Все мне возможно». Апостол говорит, «Ну не все полезно, все я могу, но не все должно обладать мною». И апостол Павел, помните, сам говорит, «Смотрите, братья, чтобы свобода ваша не стала угождением плоти». И вот здесь то же самое, что они обещают им свободу, будучи сами рабы тления. «Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». То есть человек говорит о себе, что он свободен, что он свободен от греха, что он свободен делать, что хочет, но на самом деле эту свободу как раз и употребляет к греху. «Ибо если избегнут скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого». И вот очень страшные слова, которые нам бы сегодня особенно важно услышать. «Лучше бы им не познать пути неправды, лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди». Какое количество людей сегодня крестится, потому что было модно, потому что они хотят какой-то защиты от Бога, но совершенно не собираются начинать христианскую жизнь. И возвращаясь тут же, после крещения, к своей греховной жизни, они совершают то, о чем пишет апостол Петр. И он говорит, «Лучше бы им не познать путь правды, нежели познав возвратиться». Почему? Ответственность. Совершенно иная ответственность у человека, который сказал, что он понял, что значит грех и что значит правда, и человека, который не знал, и мы помним Христа, который сказал, знавший и творивший, бит будет много, а не знавший бит будет меньше. Но с ними, продолжает апостол Петр, случаются поверные пословицы. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Апостол здесь явно показывает плачевную судьбу людей, которые начали христианскую жизнь, но уступили греху в себе, уступили собственным страстям, и в итоге вернулись к прежней греховной жизни, но теперь уже совершенно с другой мерой ответственности, с другой мерой осознания того, что происходит. Да избавит нас Господь от этого. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова